посмотрите какие у нас хорошие уточки с гусиками дружат просто прелесть сетчатый пол для них это просто прямо очень чудесно прекрасно и классно малыши карандаши уточек у нас забирают а гусики остается на но ничего уточки у нас еще крутится целых 100 яиц по моему да саш но сегодня речь пойдет не о них а об обещанном эксперименте с южной короной одна из сирий 30 дней всем привет так к 500 чехия 30 дней южная корона что рассказать что нового значит перешли мы на финиш так финиш 5 недель ну по составу я покажу это хорошо сырой протеин 19 давайте традиционно мы понюхаем его нюхали нюхали мы вчера комбикорм так и не смогли найти определение этому запаху вот сейчас насыпал птицы и прибежал даже к елене викторовне вот она чтобы поделиться знаете чем пахнет казинаками либо печеньем с семечкой до подсолнечником пахнет каким-то помните мультик старый советский пойдем пить чай с казинаками с казинаками в нашем случае можно попить чайку с комбикормом пойдем поставим чайник ты чё делаешь то сейчас уточку да потрошу вот легкие видишь осталось до чуть-чуть и вот вторую и все друзья чайничек поставил а самое главное вам забыл сказать что комбикорм не пахнет мясокоской вообще но я не чувствую да точно в общем мясокоски я не чувствую запаха никакого пурина пахнет более насыщен тоже очень приятно но там сильнее запах здесь он такой естественный скажем так но паурина приятнее все-таки все равно да тут скорее всего ароматизаторы плену не без них каким-то шоколадом аж пропали но короче вот привычный запах метров рыбной муки вот этого характерного запаха так значит что сколько дней ты перешел на финиш я переходил три дня значит перешел я конкретно уже в 29 дней то есть 28 дней было промежуточные то есть там 27 28 29 уже полностью у нас финиш сегодня 30 день второй день они едят у нас финиш так он потерян давайте сделаем ставочку значит убрал я 5 ножопников с 20 по 30 день у нас было 5 ножопников 2 и 3 ну как рады видеть меня так первая потеря у нас в экспериментальной партии вот смотрите видите лежит лежит не встает завалился на бок и лучше с ногой у него проблема и такой же верху вот вам видно нет он лежит на боку сейчас я вам покажу достану вот он сел на попу в общем короче говоря я его убираю вот этого так и убираю вот этого 29 мая сегодня птицы 29 дней и мы имеем вот еще трех ножопников с трех ярусов среднего нижнего и верхнего в общем они сели на лапы не встают по ним сородичи ходят короче ничего хорошего далее от них не будет мы их убираем у нас сейчас начинается забой вот этой партии вот отсажена сегодня и вместе с ними на забой идут вот эти три малыша к сожалению можно как сказать это не потери до конкретные они не сдохли а мы использовали в еду как табака как же пока не использовали пока не использовали да но мы их забили заморозили так как узнаете нашу позицию что-то там как-то их реабилитировать нет никакого смысла пустая трата времени на наш взгляд и у нас значит сдох наш маленький умный птенец да к сожалению вчера я его нашел мертвым причины я не выяснял я не скрывал ну в общем там я как и говорил вам в 20 дней взвешивания тогда было что скорее всего он погибнет вот он и погиб так ну что давайте мы не будем растягивать даже здесь мы все будет принципе ясно и понятно а еще не что если вы заметите птица пересажена и на нижний я сейчас так давайте взвешиваем пока тоже наверное ну по 3 уже до 5 не влезет по три штуки и считаем среднеархметическое так не давай 3 не сможет мне давай попробуем дожди весы по нуля далее давай смотри оказала с ними то все нормально 245 держи ну я не знаю как ты 3 куда собрался пипать я не вижу допустим это у нас сейчас попробуем догадить надо еще поймать не все сбежали от тебя да сейчас так какого боба обосрали давай отходи смотри покажу пока зима крыло подожди руки 5 975 на месте боба вытру а давай сначала да потому что они повторно и устроит и вверх эмоций слушай ну походу это петухи были до гривны большие но у девок тоже такое бывает а вот красавчик наш серенький пока боба марлю обмывают мы с вами пообщаемся да как вам корм южная корона ты интервью берешь а вам скажите пожалуйста все нормально вы поели уже вам нравится давай смотри лен давай знаешь что сделаем мы скорее всего сейчас взвесили трех петухов но судя по гребне я сейчас вижу без большого гребня прям схвачу вот так девочек а давайте со второй полки может трех девочек сашка ты их пугаешь страшно посмотри что творится не от клетку уронит давай со второй полки ты хочешь делать хорошо давай так вот если уж прям жаждешь чистоту эксперимента здесь тебе брать удобнее но они посмотрят пугают принципе вот уже так более-менее видно вот они берутся садись садись конечно посиди и вот девчонка больше мальчишек не классе 255 сколько мальчишек ты были за 900 так давайте сейчас мы черныша кто это интересный девчонка да похоже красавчик красавицы и красавицы 1525 так какой вес должен быть да какой вес должен быть 30 дней 1575 по-моему где-то так да сейчас я посмотрю табличку знаете как я запоминаю в 30 дней вес как будто совершеннолетие 16 лет вот кило 600 где-то так и должен весить цыпленок кило 600 грамм примерно такой вес там чуть меньше по нормативу в 30 дней так вот смотри так 30 дней 1572 значит черныш наш поменьше серого будем взвешивать или нет прошлый раз не взвешивали не знаю посмотрю смотри вот он здесь взбор давай ради интереса вешать 650 какой хорошенький так с нижнего ярусу будем взвешивать есть смысл нет кормушки будешь вешать на второе а то они боятся по выкропнуть вот еще хочу давай с нижнего с нижнего короче давайте сделаем сборную соляночку сделаем и девчонок и мальчишек смотри кусяец давай иди сюда вот маленькая мне кажется нифига себе тебе кажется мне кажется 1600 сколько да ай она тоже меня упустила а давай мы с нижнего вот так разнобой здесь убираем 1955 1960 это большой это вот мальчик самец и у меня забирай тоже самец да так ну все вот такие веса сейчас еще давайте сверху какого нибудь кабанчика найдем и взвесим давай с какого среднего и верхнего яруса да я верхний то не вижу он для меня не существует так мне вот допустим вот большую мне так кажется да ай ты на лету поймал поймал ну на то она и птица да чтобы на лету ловить ее ну ладно вот уж это вот такие веса мы посчитаем среднеаритметические среди песоков и кулочек петухи были с верхнего яруса курочки со среднего яруса но я думаю здесь разница между содержанием да незначительно вот далее что после того как я значит убрал пятерых ножопников была у меня идея добавить чего-то для поддержания ног да то есть либо это был кальций борглю канат либо это кальцияхлоид и хотел еще была идея добавить ракушку с аквадетримом но для чистоты эксперимента наверное мы этого делать не будем так как вот эта партия и предыдущие две ну одна точно две наверное у нас без всяких этих вот дополнительных пропоек росла поэтому чтобы посмотреть на на корм на его характеристики я тоже здесь не буду ничего добавлять посмотрим еще будут у нас такие ножопники не будут и потом посчитаем общее количество вот дальше значит растим на финише до конца уже до 40 дней мы взвешиваем по помету помет вот вы можете видеть вот такой консистенции покажи средний ярус покажи нижний ярус вот в общем не помочь нормальный помет но влажные чем обычно влажнее чем мы привыкли вот значит финише мы только начали кормить понаблюдаем больше вот по посмотри по пыли вот в кормушках на данный момент она есть но немного пока вот дальше посмотрим сколько будет накапливаться это вот а то что за два дня накопилось вот посмотрите что же покажи вернее здесь тоже присутствует но не критично пока а там посмотрим все все значит температура у нас стомби стабильная как и ранее 22 градуса вода значит напомню вам с подкислением молочной кислотой освещение у нас 3-4 часа темноты сутки ну все в общем наблюдаем наблюдайте с нами вместе подписывайтесь на канал жмите колокольчик чтобы не пропускать новое видео всем пока вот это рожа у вас шарапов как же вы дожили то до такого размера с таким-то счастьем природным а вы гляньте-ка на плев то я думала кукурузка как-то не так легла нет кукурузка еще легла так скрывает потихоньку это дело о мамочки вот это клестище вот этот перекресточек семи дорог но видите как не помешало трескать будьте здрасте какую попу от есть какие зубы нужны ну ладно все миленький немножко еще осталось вот так вот ну ладно все милость